Смоленская АЭС На планном совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». В работе 30 энергоблоков, в ремонте 5 энергоблоков, суммарная мощность 25 332 мегаватта, суммарная выработка 182 868,8 миллионов киловатт-часов, что соответствует 102,8% план заданию фаз. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе все три энергоблока, нагрузка суммарная 3153 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 18 дней ноября составила 1,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 446 миллионов киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 16,6 миллиардов киловатт-часов. Современная игровая площадка появилась в сквере возле храма Стефана Великопермского. Она создана при финансовой поддержке Смоленской АЭС в рамках программы «Мой любимый город-2019». Программа работает дальше. Город будет планово обустраивать детям и жителям города, создавать комфортные условия для того, чтобы после работы, выходные, праздничные дни мы душой отдыхали. В торжественном открытии приняли участие педагоги и воспитанники детских садов, руководство атомной станции, муниципалитета, депутат Смоленской областной думы. От красочного игрового комплекса «Десногорская детвора» в восторге. Многочисленные башни, горки, туннели, лесенки, шведские стенки и гимнастические кольца. Для каждого найдется развлечение по душе. В дальнейшем мы установим детский городок на пляж. И далее, процедура закончена, мы установим такой же детский городок, это в шестом микрорайоне. Настоящим подарком для десногорской детворы и любителей активного отдыха станут зимние горки, где можно будет покататься на санках и ватрушках. Одну из них, деревянную конструкцию, установят на центральной площади города. Она уже закуплена и готова к монтажу. Вторая горка будет организована возле Кургана Славы. По инициативе куратора, депутата Смоленской областной думы Михаила Лосенко, в проекте реконструкции мемориального комплекса предусмотрели специальную зону отдыха и развлечений. Данная работа проводится при финансовой поддержке концерна Росэнергоатом, Смоленской атомной станции, совета руководителей. Мы очень признательны и всегда принимали и будем принимать активное участие в данных комфортных условиях. 15 ноября состоялось награждение победителей тестирования и конкурса стихотворений в рамках Дня грамотности Росатома. На предприятиях приведено тестирование работников, а также организован и с успехом прошел конкурс стихотворений на тему «Когда мы говорим об атомах, язык можно использовать лишь поэтический». На Смоленской АЭС в тестировании приняли участие 135 сотрудников атомной станции и подрядных организаций. Самыми активными оказались секретариат, лаборатория психофизиологического обеспечения, отдел документационного обеспечения. На творческий конкурс свои произведения прислали 65 сотрудников предприятий и концерна. Авторами семи стихотворений были специалисты Смоленской АЭС и Смоленская АЭС-сервис. Несмотря на то, что конкурс проводился внутри отрасли, жюри приняло работу десногорского подростка Александра Безгодова, отметив его за творческий, созидательный интерес к проекту. Вас поздравляю как активных участников вот этого процесса за вашу активную позицию, за ваше желание изучать русский язык, за ваше желание заниматься творчеством. За отричные знания русского языка, показанные на тестировании в день грамотности Росатома, награждены. Ведущий специалист секретариата Лариса Прудникова, специалисты отдела документационного обеспечения Людмила Литовченко и Татьяна Ливерова, ведущий психолог ЛПФО Светлана Цыганкова. Диплом Смоленской АЭС, приз от концерна Росэнергатом за стихотворение ОДПСРУ в доме, отмеченная специальной номинацией творческого конкурса, вручены ведущему юрисконсульту Общества с ограниченной ответственностью Смоленская АЭС-сервис Марине Терновской. Также был награжден победитель четвертого тура интеллектуальной викторины Смоленской АЭС Атонный эрудит Светлана Волкович, электрослесарь Цеха ТАИ. Этот процесс знания русского языка, он не имеет завершающей какой-то стадии, он перманентен, мы всегда совершенствуемся. Для этого необходимо много читать. Считаю, что необходимо быть очень начитанным. Читать не по книжке в год, а каждый день много. Желательно не только художественную литературу, но и публицистику, и что-то в СМИ можно почитывать. Память тренируется. Человек запоминает правильное построение фраз, слов, правильные знаки припинания. Предлагаю всем работникам атомной станции принять участие в этом тестировании, чтобы посмотреть свои результаты и при необходимости повысить свою грамотность и быть на вершине успеха. Это тоже успех всей нашей станции. Когда на нашей станции работают такие грамотные люди, это говорит о том, что мы впереди. Потому что по нашей грамотности оценивается культурный уровень наших работников. В Десногорске в рамках отраслевого проекта планета баскетбола «Оранжевый атом» состоялось учебно-методическое совещание для педагогов физической культуры. Проект Смоленской АЭС и концерн Росэнергоатом планета баскетбола, пять лет реализуемый в Десногорске, расширил географию присутствия, придя в дошкольные учреждения и начальную школу. На самом деле главная цель, чтобы дети были здоровыми и меньше сидели дома в планшетах и компьютерах, развивались и чем-то занимались. Мы не растим профессиональных спортсменов, мы за то, чтобы, как минимум, здоровья, хотим немножко уйти в социально-культурную часть. Это мы будем привлекать дополнительно учащихся наших общеобразовательных учреждений в плане дополнительных проектов, таких как танцевальная группа поддержки, мобильных репортеров, создание, проектирование всяких логотипов и дополнительные атрибутики наших проектов. Будем вовлекать по максимуму и создавать условия, чтобы это было интересно. В учебно-методическом совещании приняли участие более 40 преподавателей образовательных, дошкольных и спортивных учреждений из российских городов-спутников АЭС и островца Гродненской области. Они поделились опытом обучения детей спортивным навыкам и формирования здорового образа жизни. В Десногорске на базе детского сада «Лесная сказка» открылись специализированные группы с элементами баскетбола в школе номер 3 «Первый баскетбольный класс». По этому пути планируют идти и другие города-контура «Росэнергоатома», а также образовательные учреждения «Островца», где «Росатом» строит белорусскую АЭС. В гости совещания посетили тренировочные площадки, посмотрели, как проходит занятие с детьми младшего возраста. Принципами построения баскетбольной тренировки с коллегами поделились тренеры ССП «Динамо Росэнергоатом», преподавателей физической культуры. В проект у нас вступило 6 учреждений образования. В этом году еще добавилось 3 школы и 4 детских сада. Преемственность будем осуществлять между детским садом и школой. И, конечно, детки с детства будут учиться играть в баскетбол. И думаю, что это в будущем даст нам новых чемпионов. По словам тренера-методиста ССП «Динамо Росэнергоатом» Яны Прониной в Курчатове, опираясь на опыт Десногорска, планируется создание баскетбольных секций в детских садах. В свете этого познавательно было познакомиться с методиками работы с маленькими детьми, как приучить их к мячу и поддерживать интерес к этому виду спорта. То, чем меня заинтересовала, работа с дошкольными учреждениями, потому что мы бы тоже хотели в перспективе это отрасль развивать, это направление. И у нас пока еще мы их не задействовали. Очень интересно было, как работают с маленькими детками, как их приучают к мячу, как их этим заражают, чтобы им действительно было интересно, чтобы они не теряли интерес и не расстраивались. Уважаемые Десногорсы, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. 20 ноября в Десногорске гастроли Терезит театра, город Калининград. На сцене Центра культуры и молодежной политики артисты представят постановку спектакля «Мамуля». Начало спектакля 18.00, вход свободный. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцией вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok